Здравствуйте, мои хорошие зрители! Приветствую вас на своем канале Moda HD. Меня зовут Яна Скворцова, мне 37 лет и я персональный покупатель. Я приветствую вас в своей гардеробной. Это мой летний дом, поэтому гардеробная здесь у меня очень маленькая и мало вещей на самом деле находится. Скажем так, тотальное расхламление я совершила в прошлом году, когда еще не была блогером. Я на самом деле собрала два больших пакета из своей одежды. Это были прежде всего не очень длинные платья, которые мне больше не по возрасту, не по стилю. В общем-то, они, скажем так, уже неуместны в моем гардеробе. Они настолько коротки, что носить их мне неудобно. Одно дело, когда речь идет, скажем так, о пляжном гардеробе и короткие вещи приветствуются для любого возраста, вообще-то они допустимы, для любой комплекции также. Но, в общем-то, у меня было очень много, скажем так, городских вариантов мини-платьев. Соответственно, я все это собрала и раздала потом девочкам-подросткам, девочкам-подросткам, которым мне было даже 20 лет. И сегодня, наконец-то, наверное, за последние 6 лет у меня дошли руки, у меня освободилось время, свободное прежде всего, чтобы разобрать, наконец-то, шкаф, все рассортировать. Я вообще очень люблю, когда все рассортировано, например, по цветам. Мне нравится, когда один цвет переходит в другой. На самом деле, это сложно сделать, потому как в среднестатистическом гардеробе все-таки, ну, не будет плавных никогда переходов. Но, тем не менее, вот мне нравится голубое, голубому, розовое к розовому сортировать. Здесь у меня так не получилось, потому что, повторюсь, часть вещей, они осенние. Например, вот пальто за моей спиной, оно было куплено на скидках в интернет-магазине, соответственно, оно пришло на этот адрес. И я его потом просто перевезу, здесь оно храниться не будет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у меня получилось. Фактически, фактически, это практический влог. Я знаю, что многим зрителям формат влога очень нравится. Я не очень его люблю, потому как и ракурс скачет, и, в общем-то, ну, мне кажется, и какие-то ракурсы не очень красивые, не очень даже интересные. Плюс, на мой взгляд, нельзя надеть микрофон. Вот у меня, например, у микрофона все время задевают волосы, есть риск записать видео и, в общем-то, выложить его потом либо в плохом качестве, в плохом звуке, либо, в общем-то, переписать и не выкладывать. И хочу сказать, что, на самом деле, вот разбор моего гардероба, это, скажем так, некий пример, разбор среднестатистического гардероба, который я совершаю по скайпу. Хочу сказать, что в своем гардеробе здесь я обнаружила огромное количество вещей, которые были куплены, ну, наверное, в каком-то фэшн-угаре, в стилистическом просто помутнении. Я не знаю, как я могла их купить. Эти вещи были куплены 7, 8, 6 лет назад, вот, в общем-то, до рождения моего второго ребенка. Именно этим я себя оправдываю, но мне казалось, что у меня всегда было все в порядке, в общем-то, со вкусом и с умением вещи выбирать. Но, тем не менее, в моем здесь гардеробе затесались вещи, которые, ну, совершенно никак не отвечают моим представлениям о том, что должно быть в гардеробе. Большинство, и, наверное, большинство из вас знают, что я за то, чтобы переформировать комплекты, чтобы не выбрасывать, не избавляться от вещей. Я считаю, что если когда-то вы купили какую-то вещь, скорее всего, на это была конкретная причина. Например, некоторые платья я покупала, изначально зная, что, допустим, фасон не очень мой, но мне нравился цвет. Вот цвет редкий, цвет, который мне идет, который мне нравится, поэтому эти вещи я покупала. Либо наоборот, вещь была сделана в том цвете, который, ну, не очень меня украшает, но мне очень нравился фасон. И, соответственно, осознавая такие вещи, почему вы их купили, докапываясь, в общем-то, до сути, вы сможете потом перекомпоновать их удачно. Потому как, если это цвет, который нравится, то, соответственно, нужно как-то обыграть фасон. Если фасон вам идет, цвет не очень нравится, то здесь вообще все просто. Нужно, скажем так, надеть что-то к лицу, ближе к лицу, что будет вам идти, что будет вас украшать, что по цвету вам, в общем-то, подходит. Итак, вот столько вещей я нашла, которые на самом деле меня удивляют в моем гардеробе. Более того, за некоторые из этих вещей были заплачены такие хорошие деньги. Как все это я могла купить, я вот просто на самом деле повторюсь, себе не представляю. Но на самом деле, когда я разбираю чужие гардеробы, меня ничто не удивляет, ничто на самом деле не смешит и не вызывает моего удивления и недоумения. Потому как у меня в самой такой гардероб какие-то вещи вот на самом деле попадают туда, но вот просто диву даешься. Вот, например, вот эта вещь со стразами, она не отвечает никак моим параметрам о стиле, красоте и об элегантности. Но я помню, что купила ее и за вырезы на спине. Очень мне нравятся такие вырезы на спине. Я также вспомнила, что у меня была надежда спороть все эти вышивки, но это оказалось невозможным. Ну, в общем-то, и неплохо. Вы, наверное, помните, я всегда говорю, что то, что блестит у лица, различные броши, вышивки, они, в общем-то, дают некий свет на лицо, и это очень хорошо. Такую вещь я буду носить в Монте-Гротт. Вообще, я заберу все свои неудачные вещи, либо вещи, которые мне уже не по возрасту. Как, например, вот это платье с пайетками. Я тоже купила его, потому что мне очень нравятся вещи с пайетками. Тем более, вот с такими, скажем, матовыми пайетками. Как видите, на этом платье сегодня я срезала этикетку. Вообще, на многих вещах именно сегодня я срезала этикетку. Лежали они очень давно. Но не носила я их, прежде всего, потому что родила двоих детей, и, в общем-то, никак мне эти вещи были неудобны для носки. Соответственно, вот многие вещи сегодня просто выглянули на свет из коробок, из упаковки и так далее. Вот в том числе это платье, которое мне уже не по возрасту. Но, тем не менее, я, когда заберу все это в Монте-Гротт, я покажу, как я все это обыграю. Возможно, для вас это будет тоже какими-то идеями полезными, чтобы обыграть свои вещи, которые, возможно, уже не по возрасту. Возможно, вам не очень нравятся. Возможно, фактура не та, либо не тот цвет. Вместе посмотрим, как все это можно обыграть. Повторюсь, я за перекомпоновки. Очень часто эти перекомпоновки, скажем так, очень часто вот этот труд перекомпоновать, он приводит к лучшим результатам, чем просто взять определенное количество денег и пойти купить что-то новое. Потому что, повторюсь, вещи, которые мы селим в наш гардероб, по каким-то причинам, совершенно четким, возможно, интуитивно мы их угадываем, но совершенно по определенным причинам, важно их знать, важно понимать, они селятся в наш гардероб. Хочу сказать, что я нашла у себя очень много мини-платьев, которые мини по возрасту. И тоже обыграю их, уже знаю как, с тяжелыми кардиганами, с тяжелыми свитерами, возможно, даже оверсайз. Но, в общем-то, я все покажу, на самом деле, мне не терпится сделать лукбук, наверное, назову я его Comeback to School, он будет, в общем-то, адресован прежде всего моей молодой аудитории. Я вижу, что у меня есть зрительница гораздо моложе меня, мне это приятно, меня это радует, этот лукбук будет, в общем-то, адресованным. Итак, в общем-то, разбирая каждую свою вещь, хочу обратить ваше внимание, что у меня очень много старых вещей летних, которые сделаны из льна либо из хлопка. Вот, например, такие шорты, вот, например, такая уже выцветшая, скажем так, льняная, это стопроцентный лен, не знаю, что это, блузка, либо, в общем-то, наверное, все-таки такая-то майка с длинными рукавами, которые, когда были новые, смотрелись хорошо, несколько стирок пережили и, в общем-то, потеряли свой цвет, потеряли свою фактуру. Все эти вещи я буду использовать на пижамы. Я уже говорила, что какие-то вещи я не покупаю, например, спортивную одежду, использую какую-то старую одежду, прежде всего хлопковую, в которой удобно бегать. Я также не покупаю пижамы, потому как очень часто мы можем увидеть, что пижамные комплекты состоят из коротких шорт и, в общем-то, какой-то некой майки с длинными рукавами на зиму и с более коротким, допустим, на летний период, если это летние пижамы. И в Италии пижамы используются очень широко в связи с влажностью, неприятно, скажем, ложиться в постель, даже когда сезон теплый, либо еще не очень холодный. И итальянцы широко используют пижамы. И вообще хочу сказать, что пижамы позволят вам не мучиться со стиркой постельного белья, потому как основную грязь на себя будут принимать пижамы. Пижамы гораздо проще отстирать, их проще замочить, в общем-то, стирки меньше, объема стирки меньше, вешать меньше. Соответственно, я очень советую вам присмотреться к такому способу, использовать пижамы. Поэтому все вот старые мои вещи, например, вот эта вещь тоже, когда она состарится, это, по-моему, хлопок или он, тоже пойдет мне на прекрасную пижаму в шашечку. Нужно будет добавить какие-то длинные штаны, старые леггинсы, либо шорты, если это будет моя летняя пижама. Поэтому я за то, чтобы, в общем-то, все вещи доживали свой ресурс максимально, получали вторую жизнь в виде пижам, либо каких-то спортивных, либо какой-то спортивной одежды. Я, в общем-то, за то, чтобы дома выглядеть достаточно достойно, чтобы можно было соседке двери открыть и дать ей соль, если ей нужна соль. Поэтому, в общем-то, такие вещи, они у меня не уходят в домашнюю одежду, они вот приобретают какую-то другую, другую стезю, другое направление. Хочу отдельно сказать, что я очень люблю вот такие вешалки. Эти вешалки бесплатно раздаются, по крайней мере, здесь в Италии, в химчистках. Я свою одежду из гигиенических соображений, из соображений, скажем так, то, чем их там обрабатывают, не ношу в химчистку. В общем-то, очень часто я иду на риск постирать вещь сама и испортить ее. И этот вариант, к сожалению, устраивает меня больше. И очень много вещей, к сожалению, я так себе испортила, но я знала, на что я иду. Чем, в общем-то, нести в химчистку? В химчистку, на самом деле, вещи я не ношу. Но один раз я вытащила такие вешалки из мусорного ведра. Такие вешалки также, в общем-то, используются для отправки в магазины одежды. И, соответственно, у нас был внизу какой-то, видимо, магазин, который распаковал одежду и выбросил все эти вешалки в количество, ну, наверное, 50 штук, может быть, 60. И я пошла выбрасывать мусор и увидела, что на такие прекрасные вешалки лежат. Соответственно, я не поленилась, залезла в мусорный бак, все это достала, принесла домой, протерла. И вот такие вешалки мне прекрасно служат, потому что купить их, к сожалению, невозможно. Я пыталась через химчистку заказать, в итоге мне подарили, подарили 10, ну, точнее, меня спросили, сколько вам нужно, а нужно было мне сотню, да. Я постеснялась сказать, потому что я поняла, что сейчас мне их подарят, но я сказала, ну, штук 10. 10 штук мне подарили, и, соответственно, на этом, в общем-то, я и закончила поиск этих вешалок. Я поняла, что купить их невозможно, даже если ты готов за них заплатить. Вот такое количество вешалок я выброшу. На самом деле, в этот раз, именно на ведение порядка в шкафу, и выброшу только вот эти этикетки, а также вот такие вешалки. По вешалкам видно, что когда-то магазин Dolce & Gabbana заработал на мне очень хорошо, а по вешалкам, которые остаются в моем шкафу, видно, что когда-то магазин Gucci очень хорошо на мне обогатился. Я действительно была клиентом этих магазинов, и потом, когда я перестала в них ходить, они очень долго слали мне цветы. Наверное, надеюсь, что я вернусь и снова потрачу свои денежки там. Но я нашла другие способы одеваться в марках не хуже, либо покупать те же самые вещи, но за гораздо меньшие деньги. Я уже часто говорила, что на Юксе прекрасные цены, прекрасные модели, вещи в прекрасном качестве. Знаю, что Юкс отправляют в Россию, поэтому вам даже не придется прибегать к моей помощи, чтобы переслать посылку здесь, из Италии, в России. Пожалуйста, Юкс я очень люблю, рекомендую. Это не совсем не реклама, потому как ничто Юкс мне за это не заплатит. Соответственно, вот такой порядок я навожу. Многие вещи пошли на террасу, чтобы проветриться наконец-то, чтобы, в общем-то, вдохнуть свежего воздуха. Как видите, да, у меня очень-очень много платьиц, которые, в общем-то, мне уже не по стилю. И повторюсь, что я закомпоную их, на мой взгляд, очень удачно. Обязательно встретимся в сентябре с теми же самыми вещами. Я все эти вещи, либо большую часть перевезу за ненадобностью здесь, в Монте-Гроте, и, соответственно, сделаю отдельный лоббук с ними. Ну, в общем-то, провела я немного времени здесь, к счастью, всего, наверное, полчаса у меня ушло на наведение порядка. Посмотрите, что у меня получилось. Вот, пожалуйста, пример вертикального хранения, к которому я пришла, не читая книг Кон Мари. В общем-то, интуитивно я стала складывать так вещи, это очень удобно. Вынимая одну вещь, вы, в общем-то, не разрушаете порядок на вашей полке, либо вот такого выдвижного шкафа. И все вы видите, все вы знаете, что и где у вас лежит. Вот, кстати, в этом году я очень даже в тренде. У меня есть вот такая вот, что это, это толстовка, наверное, по-русски ее назовем. Видите, с какой шикарной надписью, в общем-то, я в тренде, в тренде, в тренде. Но, на самом деле, этой толстовки, ну, наверное, лет 7. Поэтому это очередной раз доказывает, что тренды, а также антитренды, это нечто выдуманное для того, чтобы заставить нас, в общем-то, свой гардероб обновить и пополнить. Вот, что у меня получилось. Вещей мало, поэтому не закомплектованы они по цветам. Большую часть я развесила. Но хочу сказать, что я люблю вещи складывать. Вот мне нравится и складывать, и нравится, когда они, в общем-то, компактненько, что называется, лежат. Именно поэтому очень часто, когда я использую для своих съемок, для локбуков, они, в общем-то, они, в общем-то, помят. Я вещи свои не глажу, стараюсь не тратить на это свое драгоценное время. Вот такой способ я использую, чтобы, в общем-то, убирать лишнюю влагу внутри шкафа. Я храню самую обычную поваренную соль. Видимо, у меня не было времени приложить в какой-то более эстетичный стаканчик все это. Поэтому я просто срезала часть упаковки и поставила так, как есть. Как вы видите, соль действительно напитывается влагой и, в общем-то, потом превращается вот в такой кусок. Очень полезно выставлять это на солнце. И соль, ну, она не становится рассыпчатой, но, в общем-то, ее, по крайней мере, можно, скажем так, руками растереть. В эту соль я всегда добавляю какие-то духи мои ненужные. У меня есть видео о том, что я духами не пользуюсь, но у меня очень-очень много духов. И, в общем-то, вот эти духи, как правило, идут вот на такие ароматизаторы. Я делаю их. Я просто выпрыскиваю очень большое количество на эту соль, которую потом ставлю в шкаф. И такой способ я использую не только здесь на море, но также в своем основном доме, в общем-то, везде, в любом уголочке, наверное, вы найдете баночку. Хочу сказать, что стеклянные баночки из-под самых обычных солений, каких-то кукуруз, горошков и так далее, прекрасно подходят для того, чтобы насыпать туда соль. Возможно, чуть-чуть соды, потому что она действительно тоже очень хорошо поглощает неприятные запахи. Возможно, туда что-то попрыскать, если у вас есть что-то не нужно. Допустим, подарили вам на 8 марта какие-то духи, которые вам не пришлись по вкусу. Вот все туда, пожалуйста, выпрыскивайте. Прекрасный ароматизатор для дома. Прекрасный ароматизатор, вообще-то, для ваших вещей у вас получится. Разбирайте ваши гардеробы, подходите к этому творчески. На самом деле, сегодня я не хотела снимать видео, но я люблю разбирать свои шкафы, шкафы, вообще-то, детей, все им обрезаю. У них получается новый гардероб, также, в общем-то, с моими вещами. Разбор гардероба, а также разбор просто шкафа меня вдохновляет. Я компоную новые вещи. Я, наконец-то, вспоминала о каких-то вещах, о которых я, в общем-то, на самом деле уже и забыла. И, в общем-то, получаю очень хорошие, очень красивые комплекты. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня, творческого подхода, в общем-то, легкого расхламления и легкого наведения порядка. Всем, да, всем хорошего дня. Это была Инна Скворцова. Пока-пока.